Найдите площадь круга, вписанную в равнобедренную трапецию, если ее большее основание равно А, а угол при меньшем основании равен 120 градусов. Для начала сделаем рисунок, запишем данное. AD равняется А. Угол ABC равен 120 градусов. Сторона AB равняется CD. Найти площадь окружности. Угол C плюс угол D в сумме дает 180 градусов, так как это сумма односторонних внутренних углов при параллельных прямых BC и AD и секущей CD. Выразим оттуда угол D. Тогда угол D равняется 180 градусов минус угол C. Подставим сюда наше значение. Получается 180 градусов минус 120 градусов. Угол C равен углу B, а угол B по условию равен 120 градусов. Посчитав, получаем угол D равен 60 градусов. Сделаем дополнительное построение. Проведем высоту CK и высоту BH. Высота CK будет равняться двум радиусам вписанной окружности. Ведем переменную. Пусть сторона BC равняется B. Найдем длину отрезка KD. Длина отрезка KD будет равняться основание AD минус основание BC. И все это на два. Так как длина отрезка KD равняется длине отрезка AH. Это легко доказать из равенства треугольника ABH и треугольника CDK. Так как эти два треугольника прямоугольных BH и CK будут равны. Так как это высоты трапеции. А боковые стороны AB и CD по условию также равны. Тогда треугольники будут равны по катету и гипотенузе. Преобразуем. AD по условию равняется A. BC мы обозначили через B. Знаменатель 2. Рассмотрим треугольник CKD. Треугольник CKD у нас прямоугольный. Напишем косинус угла D. Косинус угла D будет равен отношению прилежащего катета KD на гипотенузу CD. Выразим отсюда сторону CD. Тогда сторона CD будет равняться KD умножить на косинус 60 градусов. Тогда сторона CD будет равняться KD разделить на косинус 60 градусов. Подставим сюда наше обозначение. Сторона KD это A минус B деленное на 2. Все это разделить на косинус 60. Косинус 60 это 1 вторая. Преобразуем. Получается A минус B на 2 умножить на 2 первых. Сократим двойки и тогда у нас получается A минус B. Воспользуемся свойством четырехугольника, в котором можно писать окружность. Сумма противолежащих сторон будет равна. Тогда у нас получается, что AB плюс CD будет равняться BC плюс AD. Преобразуем. Сторона AB равняется стороне CD. Тогда у нас получается CD плюс CD равняется BC мы обозначили через X, AD по условию равняется A. Тогда у нас получается 2CD равняется B плюс A. Выразим отсюда CD. Тогда CD равняется A плюс B на 2. Приравняем наши полученные CD. Тогда в первом случае CD это A минус B, во втором случае это A плюс B. Знаменатель 2. Домножим все наше выражение на 2, чтобы избавиться от знаменателей. Тогда у нас получается 2A минус 2B равняется A плюс B. или 2A минус A равняется B плюс 2B. Посчитав, получаем, что A равняется 3B. Выразим отсюда B. Тогда у нас получается, что B равняется A деленное на 3. Тогда сторона KD, используя ранее полученное выражение, будет равняться A минус B. B это A деленное на 3. И все это деленное на 2. Приведем подобные члены в числителе. Тогда 3A минус A деленное на 3. И все это разделить на 2. Будет 2A деленное на 3 умноженное на 2. Сократим двойки. И получается A деленное на 3. Рассмотрим треугольник CKD. И напишем тангенс угла 60 градусов. Тогда тангенс угла D будет равен противолежащий катет это CK на прилежащий катет это KD. или тангенс 60 градусов будет равняться. Противолежащий катет это 2 радиуса. Ранее мы это объяснили. 2R деленное на KD. KD мы нашли. Это A деленное на 3. Выразим отсюда радиус окружности. Радиус окружности будет равен тангенс 60 градусов деленное на 2 умноженное на A деленное на 3. Преобразуем. Получается тангенс 60 это корень из 3 умноженное на A знаменатель 6. Воспользуемся формулой площади окружности. Площадь окружности равна πR квадрат. Подставим сюда наше значение. Получается π умножить на A корней из 3 деленное на 6. И все это в квадрате. Преобразуем. Получается π умножить на A квадрат умноженное на 3 знаменатель 36. Сократим. Получается π A квадрат знаменатель 12. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. До встречи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...